Я дальше хотела бы дать некоторые подсказки о том, как провести сезонное очищение осеннее самостоятельно. Но перед этим я хотела бы все-таки вас предупредить о том, что, во-первых, если это ваша первая попытка очищения организма, я все-таки не рекомендую ее делать самостоятельно. Ни в каком случае, потому что у вас будет возникать большое количество вопросов. Все-таки это должна быть определенная методология, это должны быть рекомендации по так называемым деток-спомощникам, которые помогут более эффективно эту разгрузку, это очищение провести. И даже у тех людей, которые имеют некоторый опыт, у них могут возникать неприятные симптомы, такие как головная боль, метеоризм, усталость и так далее. И, конечно же, в этом случае необходима подсказка специалиста, поддержка и четкий план действий, что в каждом случае необходимо делать. Если вы хотите провести это очищение самостоятельно этой осенью, я могу вам подсказать план действий, который я бы считала оптимальным. И, в общем-то, этот же план я использую в некотором смысле в своей программе. Ну, конечно же, это предпочтение сезонным органическим местным продуктам. Это включить вот в тот разгрузочный период, который вы будете проводить определенные ритуалы красоты, которые будут, и красоты, и заботы о себе, которые будут соответствовать сезону. Ну, в первую очередь, я бы сказала, что это масляные массажи, которые помогают уменьшить сухость кожи. Это соблюдение режима дня, корректировка рациона и прием добавок, если это необходимо, потому что все-таки нам необходимо поддерживать нормальный уровень нутриентов и витаминов. Это различные духовные практики, потому что все-таки осень — это время некой такой задумчивости, когда очень благоприятно заниматься саморазвитием, чтением и различными более тонкими аспектами. Это поддержание микробиома через ферментированные различные продукты, пробиотики и пребиотики. Это восстановление гормонального баланса, которое определяет, я уже говорю, адаптивные функции, и поддержание работы основных органов и помощь им в иллюминации токсинов. Почему сезонные? Во-первых, именно сезонные продукты помогают получить максимум полезных веществ и витаминов, и вы никогда не найдете такой уровень нутриентов в тех продуктах, которые выросли не в свой сезон. Это минимум пестицидов, потому что когда продукты взревают в свой сезон, они, в общем-то, взревают сами по себе. Это натуральная форма без переработки. Они содержат максимум природной воды. Такой тип питания является традиционным для человека. И я уже говорила, что именно сезонные продукты поддерживают оптимальные соотношения микробиоты. И вот на этом слайде вы можете видеть сезонные продукты октября, которые вы можете выбирать, и в скобочках указаны продукты, которые являются привозными, и указаны, какие это страны. И вообще, если вы ходите на рынок, и вы видите, что указана определенная страна, и вы задаете вопрос, допустим, или вы задаете вопрос, откуда эти продукты, то вы должны понимать, чем это делается. То есть вы задаете вопрос для того, чтобы понять, является ли данный сезон, является ли этот продукт сезонным в стране, откуда его привезли. То есть вы должны понимать, что когда происходит сезон тех или иных продуктов в этих странах. Я поняла, что не все понимают, зачем вообще такой вопрос задается. То есть откуда, допустим, эти мандарины, авокадо и так далее. Разница в рационе осеннем-зеннем периоде будет в том, что, во-первых, содержание приготовленных продуктов будет уже выше. То есть, как правило, это 50 на 50 приготовленных и сырых продуктов. Будет больше подогретых продуктов. То есть это теплые супы, бульоны, какие-то крахмалистые приготовленные продукты. И очень рекомендую добавлять к ним специи, потому что они помогают все-таки лучше усваивать эту пищу. И, кроме того, содержат эфирные масла, специи содержат эфирные масла. То есть их нужно в первую очередь покупать свежими. Достаточно, чтобы получить максимальную пользу. Использовать проростки и ростки, потому что это лучший способ получить витамины, не нарушая законов природы. Потому что ростки и проростки – это самые богатые нутриентами продукты, которые восполняют эту нехватку витаминов и минералов круглый год. Я бы еще очень рекомендовала, как некий такой левел-ап, использовать нитрат-тестеры для того, чтобы проверить уровень различных нитратов в тех продуктах, которые продаются зимой и осенью. Потому что, как правило, качество этих продуктов именно зимой и осенью значительно ухудшается. Мой любимый тестер – это нитрат-тестер фирмы Soex. Вы можете посмотреть его на их официальном сайте. И он, в общем-то, по цене достаточно доступный. И синхронизацию можно также рассматривать в течение года. В общем-то, мы уже начали об этом говорить на прошлом слайде. Перестройка гормональной системы идет вслед за энергетикой года. Есть интересная очень система. Она называется «Китайская натур-философия. Теория УСИН». Я считаю, что она больше подходит для России, чем Аюрведа. В этой системе выделяют пять сезонов. У СИН переводится как пять движений вообще на самом деле. Это ни в коем случае не элементы, как многие иногда считают. Потому что элементы – это что-то статическое. Оно не отражает изменения. А изменения могут отражать только движения, динамика. И это не элементы, а это пять стихий, то есть пять движений. В переводе с китайского. И эту схему я обычно трактую следующим образом. Я говорю, что если мы рассуждаем о детоксикации, а детокс – это лучший способ подготовить себя к переходу в следующий сезон. И об этом знали в каждой традиции, потому что практики очищения есть и в индийской культуре, и в славянской, и в китайской, и в индейской, и во всех традиционных системах. Так вот, очищение организма очень хорошо проводить весной. Потому что затем метаболизм замедляется, и мы накапливаем определенное количество токсинов. И это вполне логичное действие, потому что к весне уже остается меньше качественных продуктов. Доступные продукты содержат большое количество крахмалов, если мы говорим про корнеплоды, и содержат минимум полезных веществ. И недаром весну называют еще временем консервированных продуктов. Ну, на то нам и дан весной Великий пост, который, в общем-то, я считаю, самый близкий и интуитивно понятным нам детоксом. И следующий этап – это лето. Лето – это сезон солнца, даров природы, щедрости, изобилия. И в этот период мы накапливаем силы и свой внутренний резерв. И в это время тоже очищение происходит очень легко, потому что очень много свежих, чистых, сезонных продуктов, в которых содержится минимальное количество пестицидов каких-то. и так далее. И мы легко в этот период укрепляем свой иммунитет, закаляемся, наслаждаемся ласковым солнцем, ветром и свободой. Следом за летом наступает урожайная ранняя осень. Это то, где мы с вами сейчас живем. И вот эта ранняя осень, то есть сентябрь, на самом деле, я считаю для России продолжением лета. То есть сентябрь – это последний месяц лета по гастрономическому разнообразию. Ну а дальше условия, конечно, становятся все сложнее. То есть поздняя осень – это период замедления, когда пора взять какую-то паузу и грамотно распределить те внутренние ресурсы, которые мы накопили за лето и за сентябрь. И подумать, как распределить свои силы, свою энергию таким образом, чтобы хватило ее на всю зиму и на начало осени, вот на то сложное время. И мой любимый аюрведический врач Клаудия Уэлдж – это врач холистической и эмоциональной медицины и автор тоже книг по холистическим практикам. Она говорит, что осенью очищение – это практика и подготовка к телу к еще более суровым условиям. И затем следует сезон ветров, опустение, суровость – это, конечно же, зима. Так вот, энергия осени, она совпадает с энергией овуляторной фазы. То есть это период пожинания плодов. То есть если состоялось какое-то зачатие, да, мы вынашиваем дальше ребенка. Если это не произошло, то мы готовимся к следующему циклу, где нам будут даны новые возможности реализоваться. Поэтому осень, да, я уже сказала, это лучшее время, чтобы продолжать накапливать вот этот резерв сил. Сейчас период плодородия все-таки, да, а в более позднее время – это период планирования. Поздняя осень – это период планирования и распределения этих ресурсов. То есть сейчас мы работаем над внутренними ресурсами. Поэтому осенью неправильно, скажем, избыточно очищать организм. Лучше всего поддерживать наши силы. И мы не должны избыточно очищаться, но вводить некоторые разумные ограничения, да, если мы говорим про детоксикацию организма. Вообще для России я выделяю три сезона. И они не совпадают, конечно же, с календарными. Блик в каждой стране свое количество сезонов. И это исходит из наблюдения за тонкими сезонными ритмами. Так вот для России, для северных стран, вообще для стран Северной Европы, для Канады, для северных штатов Америки, выделяются в основном три сезона. И все традиционные системы, они выделяют разные сезоны, но их разное количество, что определяется климатическим разнообразием, климатическими особенностями, биологическим разнообразием. Оно свое в Индии, оно свое в Китае, в Южной Америке у индейцев. И поэтому мы не должны в точности копировать вот эти сезоны на себя, но мы должны выучить урок вот этой вот сезонности. Это очень полезно. И, то есть в России выделяют три сезона, да, на этом остановилось. Первый сезон – это время, когда мы высаживаем растения, мы ухаживаем за ними и получаем первый урожай. Это период до весна и начала лета. Второй сезон – это вторая половина лета и до конца сентября. Это осень, да, осень межсезонья. Это время щедрости, да, плодородия, когда мы собираем сезонный урожай. И третий сезон – это период бережливости, когда мы полагаемся на заготовки, запасы, квашения, засову, засушку и так далее. Этот период наступает где-то с октября и длится до апреля. И до самого конца сентября мы все еще можем наслаждаться летом, собирать дары природы, сезонный урожай и готовиться к более сложному времени, как я уже сказала, готовить различные заготовки, засолы, засушки и так далее. И то, как традиционно люди готовились в этот период, определяет способность вашего организма оставаться здоровым зимой и осенью. И я считаю, что лучшее решение, которое даст самый замечательный результат – это грамотная гормональная настройка в соответствии с сезоном, то есть перезагрузка и поддержание организма, каким я считаю хороший, грамотно выполненный детокс в соответствии с сезоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова